И всем привет, с вами Росиксон, сегодня я расскажу как получить ретро дроп на Зекосинг. Зекосинг собрал много денег, затраты на участие 50 долларов и умножаем на количество аккаунтов. Затраты по участию более 30 минут на аккаунт. Награда это ретро дроп Зекосинг. Инструкция, сначала мы переводим эфириум через официальный мост из основной сети эфира. Также ждем низкой цены газа. Использование моста несколько раз с перерывами важнее суммы, которую вы переводите через мост. Несколько раз можно воспользоваться обратным выводом эфириума в L1. Также можно совершать депозиты с помощью неофициальных мостов, например Orbiter Finance, Seller. Оба проекта не имеют токена, поэтому за взаимодействие с этими проектами также возможны ретроспективные вознаграждения. Также участвуем в мелких активностях, периодически взаимодействуя с проектами из экосистемы Зекосинг. Выполняем квесты на L3, торгуем на 1inch, Singswap, MES протокол, Nexon Finance, Mute, Maverick протокол. Также можно добавить немного ликвидности на Singswap, кстати я добавлял на аккаунтах. Торгуем на NFT маркетплейсах, Element Market, Creatorland. С периодичностью покупаем и продаем дешевые NFT. Дешево набить транзакции можно с помощью площадки D-Mail. Для этого 2-5 раз в неделю отправляем письмо на случайный адрес. Адрес электронной почты и Principal ID можно взять в канале D-Mail на форуме. Также вам не обязательно взаимодействовать со всеми проектами. Главное не взаимодействовать со всеми в один день. В этом нет смысла. Например, вы можете выполнить квесты на L3, потом через какое-то время сделать свап на 1inch, добавить ликвидность и так далее. Главное время от времени поддерживать активность в сети. Также не забываем и про лайт-версию. Например, ее можно использовать для донатов в гиткоин. А теперь о полезных дешбордах со статистикой. Чтобы попасть в RetroDrop, как правило, нам не нужно быть самым лучшим, входить в какую-то топ 100 тысяч. Нам нужно просто быть лучше, чем все остальные. Вы смотрите дешборд, смотрите сколько в среднем транзакций, делаете больше, чем другие. Также делаете активность по дням больше, чем другие, с протоколами и все. А теперь про Krypton Prime. У меня о нем есть несколько видео, где я обозреваю Krypton Prime, говорю, что это такое и кому он нужен. Эта информация взята из Krypton Prime, ссылка будет в описании. Krypton Prime идеален так и для новичков, так и для средних пользователей. Используя Krypton Prime, вы получаете отличные новости, гайды на новые проекты, таблицы с актуальными проектами и многое другое. Все, всем спасибо, буду благодарен за конструктивную критику в комментариях.